ПОДПИШИСЬ! Мы с водителем, с главным конструктором перемещаемся в пост управления. Там всё, больше никого нету. Пойдёмте. Чтобы усложнить проходу задачу, мы пускаем перед машиной дым. Руководить с работой прохода мы будем из пункта дистанционного управления. Вот он. С виду обычный армейский КАМАЗ, но внутри бронированного модуля вместо сидений для пассажиров электроника и только два операторских места, как в компьютерной игре с мониторами и жойстиком. Итак, сейчас мы находимся в пункте управления. Давайте объясним, что рядом с нами находятся два человека. Это... Это бывший механик-водитель, который сидел в машине в экипажном режиме. Теперь он стал оператором дистанционного управления. Едем, да можно? Начинаем движение. Начинаем движение. Вот он как раз. Механик-водитель повёл машину. И рядом со мной находится ещё один человек. Это... Командир боевой машины. Это командир боевой машины, которая... Который наблюдает за полем боя при помощи панорамного прибора и может управлять зенитной пулемётной установкой. Не сказать, что у операторов идеальный обзор. Хотя это гораздо лучше, чем обзор при экипажном управлении. Но робот едет уверенно. Вот как это выглядит снаружи. Проход въезжает на минное поле. Звучит взрыв. А дальше огонь до небес, как в кино. Узкий ветошь и осколки бочки подлетают вверх метров на десять. Со стороны всё это выглядит очень эффектно. Но горе тем, кто оказался бы на месте прохода. Взрыв. О! Вот он произошёл. Взрыв. Это значит, мы наехали только что на реальную боевую мину с реальной взрывчаткой. Части горячей ветоши падают сверху на танк и облепляют его. Создаётся ощущение, будто боевую машину охватил огонь. Всё это время люк прохода открыт. В танке никого нет. И это значит, что никто из бойцов не пострадал бы от подрыва мины. Ведь что и говорить, пока ещё главными борцами с минами остаются люди. И тот проход, который сейчас делает наш робот, приходится выполнять вручную сапёрам. Часто с иной жизни. Именно поэтому и нужна нашей армии такая техника, которая не боится взрывов. Можем сейчас останавливать машину, как думаете? Вот камера заднего вида. Смотрю вперёд, нормально движется. Видим прямо. Ну, если мы уже... Проехали мы. Проехали, можем останавливаться. Да, останавливаемся. Всё, давайте посмотрим, что там произошло на улице.